Мои дорогие подписчики, мои мучатесы, гевчатесы, камрадесы, Краснодар зазеленел. Посмотрите на эту крону, на эту арку из деревьев. Это красное, но такое впечатление, что вы как в лесу находитесь или в каком-то парке. Это центр города. Посмотрите, как все зелено. И вот эти кроны, они прямо срастаются с двух сторон и создают такую зеленую арку, под которой мы идем. Сегодня я хотела поговорить с вами, ребятки, про моду. Верите вы или нет, но про моду, про одежду и разницу между одеждой американцев и одеждой россиян. Я хочу сказать первое, что когда я приехала в Америку, помню, 25 лет назад практически, я увидела, как одеты американцы, я была в шоке. Моя первая история такая. Я приехала перед Новым годом. Ну, естественно, знаете, сапожки у меня кожаные от манго, потом там какие-то итальянские туфельки, там пиджачки кожаные. В общем, вся такая фэнси леди приехала. В то время можно было ползарплаты отдать за итальянские туфли. Я не шучу. Это где-то конец 90-х. Зарплата была 200-300 долларов, если на доллары переводить. И туфли столько примерно стоили. Ну, за 150 долларов можно было троянские туфли купить. Вот. И столько мы и платили за них. Сейчас тут что-то такое сиреневенькое насадили или какие-то клумбы. Постоянно ребята здесь что-то меняют, обустраивают, что-то насаживают. Клумбы постоянно обновляются. Вот смотрите, вот я о чем говорю. Вот идет парень, да, смотрите. Ну, хорошо же одет вообще. То есть не только девчонки, вот, а парни или девочки вот сидят, да, в таких классных платьях. Очень много платьев. Но главное, что не только девчонки, но и парни одеты хорошо. Ой, а то вот что-то прям желтого насадили. Сейчас пойдем посмотрим. Наверное, они у тебя глазки такие желтые, прям яркие. Или что это такое? Свежие клумбы. Они тут что-то постоянно копаются. Одну убирают, другой засаживают. Надо, чтобы дождь прошел, что-то суховато. Воды не хватает, по-моему, этим. А вот там желтый тюльпан. Я вчера увидела, хотела сегодня пойти снять. Вчера не снимала. А сегодня я снимала. Хочу снять сегодня. У девчонки сидя. Так вот, я прилетела. И вся такая, в принципе, это было дело перед Рождеством. И мой муж, он, конечно, молодец. Он мне там такую встречу устроил. Он меня нанял лимузин. И меня в аэропорту приехал встречать. И он с друзьями на лимузине с шампанским. Все дела. Вот мы едем через центр Далласа, даунтаун. Посмотрите мое видео про взыкнение в Далласе. Там показан как раз весь этот даунтаун всякими небоскребами. Гляньте, какая красота. Желтый тюльпан и, ага, это голубенькие анютины глазки они насадили. Гляньте, как это все красиво. Тут недавно этого не было. То есть каждый день я прихожу, что-нибудь новое. Или они, может быть, вылезли одновременно, или расселили одновременно. Потому что я не помню, чтобы вот эти желтые цветы были здесь. Это прямо все возле галереи. Но очень красиво. И вот меня, значит, встречает муж со своими друзьями на лимузине. Мы проезжаем этот даунтаун, такой шикарный. Там такие небоскребы. Проезжаем. И дальше мы проезжаем в частный сектор. Это был первый дом мужа Холостяцкий. Потом мы купили другой. А потом построила я еще отдельно большой, вообще большой модерновый дом с бассейном отдельно. Но в тот дом, значит, ну как частный сектор, какой-то пригород, да, у нас обычный одноэтажный Холостяцкий дом. Я вообще была в шоке. Я ничего не поняла. Где этот даунтаун, где эти небоскребы? Они говорят, так это только в центре небоскребы. А дальше это просто обычная одноэтажная Америка, деревня натуральная. Я со своими шпильками, со своими итальянскими туфельками, с окошками и так далее. Значит, походу дела к новому моду. Не, мы идем с ним в Walmart. Вот, я помню. Я помню, что мы идем в Walmart. Он мне говорит, пойдем сейчас в магазин, купим всякого там всего. О, затоваримся. Вон, девчонки какие просто. Модели, гляньте. Красивые. Вот. Ну, я, значит, накрашиваюсь там, вытаскиваю свои там какие-то прибамбасы. Мы же в магазин, мы же в супермаркет идем. Знаете, в Костонаре этот супермаркет сходить, это было, ну, большое дело. Было прибарахлиться, одеться красиво и идти в супермаркет. А тут, значит, мы этот супермаркет, типа, идем. Я напяливаю, значит, тоже на каблуках. Он на меня так бы смотрел, он говорит, ну, я бы не рисковала твои вместе надевать эти шпильки. Может, не надо? Я говорю, как это не надо? Мы же идем в люди, мы же в магазин, мы же в супермаркет идем. Конечно, конечно, надо. Все цветет красивыми желтыми цветочками. Вот. Ребята, тут уже дома. Кустики красивые. Все зелено, ребята, все. Все просто резко, резко пришло. Прямо не то, что весна, а уже лето какое-то. Все зазеленело. Все растускается. У нас каштаны, клены. Что-то в этом году, как таковой, весны нет. Вот, знаете, сразу как-то раз, резко и к лету дело пришло. Такая зелень. На Кубани, конечно, климат потрясающий. Сейчас в это время все уже копаются. Уже все в земле. У меня папу с огорода не вытащишь. Как ни позвоню, он вечно в огороде, что-то там рует. Копает. Смысл жизни. Там еще сад у них, черешневый большой. Там, говорят, черешня еще не зацвела. В Краснодаре уже все цветет. Мне кажется, там немножко у них в пригородах и станицах попрохладнее, чем в Краснодаре. Смотрите на эту красоту. Вот такие. А часть уже отцвела. Они засадили какими-то желтыми. Гляньте, желтенькие. Эти манютины глазки. Вот такие красивые, полные прям. Пюмпаны. Народ по полной программе гуляет. Вон, девчонки, все красавицы идут в галерею. Все модные жители туда идут. Можно и тут посмотреть. Смотрите, как народ одет. И это не, девочки не идут куда-то там на какой-то праздник. Это просто люди после работы ходят. Либо вышли погулять. О, тут шум такой сейчас узнал. Что-то музыка мешает нам жить. Это не всегда музыку включают. Казаки. Пахнет очень сильно здесь, приятно. Вот еще раз вам показываю. Ждите, какая зеленая арка. Дети, кстати, тут же одеты, просто как игрушки все. Новые автобусы хорошие, троллейбусы. Я вчера ездила на новом трамвае. Посмотрите мое видео на ютубе про новый трамвай. Закат. Сейчас пройдем музыку. Закат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот вкусная точка, смотрите, вот такие Ну, идем дальше Так тепло, что народ уже сидит на улице кушает Мужчины все такие, знаете, взрослые мужчины, знаете, одеты как, как это, маньяк такой Ну, да, не только девчонки одеты все классно Мужчины тоже не уступают Смотрите, как народ одевается И в юбках много Ну, идем дальше Ну, так вот, рассказываю вам, продолжаю рассказывать И я, значит, собираюсь первый раз в этот Волма Знаешь, понятия не имею, что такое Волма Это, может быть, супермаркетный бедный, фактически Он такой на расходный, как бы, материал Ну, спокойно, говорит, купи-то мне лампочки там, вкрутить, там, самое дешевое Все, ну, сейчас там не завели отделы Нужно что-то органическое купить Но, в принципе, еда, конечно, там, ну, особо несъедобная Есть нечего Взять нечего особо Ну, для хозяйственных, ну, там, ложки, вилки, такое все Какая модель пошла, смотрите Не пропущу его перед показать вам Какие девчонки гулят сейчас Она в модели Вот так вот Смотрите Платьечко, юбочка, шпилька Вот так То есть народ прямо-таки Одет, очень неплохо Включаем мальчишек И детки очень хорошо одеты Все моднячие Популярные вот эти самокаты На которых все сама катаются И вот, мы, значит, с ним Идем туда Я, значит, напяливаю свои там какие-то Сапушки итальянские или что-то такое Вот Вот, кстати, много беременчатых девочек Вот, знаете, какие девчонки Симпатичные Прямо модели Вот, знаете, красотки И вот вы заметили, что, ну, есть полные там Когда-никогда попадется Девчонки семечки покупают Но нету Вот таких вот жирных, прям, знаете, толстых Как в Америке Которые ходят в стоптанных шлепках Вот, здесь Чем пахнусь, вот эти кустики Ходят в стоптанных шлепках и в пижамах По улицам Не стесняясь Или в магазинах Вот Ну, в общем, я такая напяливаю свои какие-то там итальянские Блядь, модель прямо Итальянские свои туфли какие-то напяливаю, значит И едем мы в Walmart В общем, через минут 10-15 У меня уже 10 минут ничего устало Потому что ходить В таких Таких Таким расстоянием Вот открыли мы любимую капельшку Ресторанчик этот, прям Как и называется Птичка-невеличка Открыли Это где я обычно люблю сидеть Может, я, наверное, на обратном пути тут и присяду Столики еще есть Все цветет Цветочки очень красивые, вообще шикарные Такого вот Дизайнерского плана Ресторанчик Цены, я считаю, для такого уровня Нормальные Не суперзавышенные То есть Пюрешку с котлетками Из цветарки За 500 рублей можно взять Вот Я считаю, что это нормальная цена По сравнению Ну, для такого уровня Ресторанчика С таким сервисом Ну, короче говоря Дальше, значит Походила я там Чувствую, что Это для детей Знаете, для птичек и птенчиков Сейчас покажу вам Для птичек и птенчика Ну, то есть Если для детей Запустить детей Сюда игровая площадка Сделана Вот это все так изменилось Это уже ничего не было раньше Ни игровой площадок Особоль Догите Ой, бигл какой Как я люблю бигл Ой, ты холесенький Какой бигл Ты маленький Такой бигл Хороший Ребята, у меня был бигл Для меня это Слабость На 13 лет почти было И он умер Мой красавчик Какой Какой холесенький Какой хороший бигл Ой, я их обожаю Этих биглов Когда я быстро Сейчас я обязательно Заведу Бигл это вообще без разговоров Не гомаривается Мне даже снится до сих пор Представляете Вот так вот Ну они вот где-то 12-13 лет живут И как бы все Да Заболел очень сильно Еще Не дожил до 13 лет Немножечко Наш собак Ну Это был просто король всей семьи Ему вот так любили Самая лучшая порода Я не знаю Я их обожаю Бигла Бигают Девчонки Я тоже с пультом задеваются Так вот Молодцы Ну рассказываю дальше Ну в общем я короче говоря Вся выпендренная Там в итальянских туфлях В стуфельках Поперла значит В сапожках на шпильке Или там что не помню Было у меня Ну что это такое На шпильке В общем через Вся такая одета Крашеная Окра Волосы ложены Молмар Поперлась Посмотрите Это цирк А там все американки Ну буквально знаете Жертрез В джинсах потертых Растянутых свитерах Все ходят На меня Оглядывались Все То есть я там Прописалась Конкретно На меня На меня Оглядывались Я сказала Больше в жизни Я не пойду В таком виде Волмар Для того чтобы Чтобы на меня Там так пялились Это Возле Политехнического Института Происходит Дело Парни Веселятся Не стремлю Но в записи Идет Будет Да В Краснодаре Будет показано Ребята Ребята Молодцы Интересно Без комплексов Наши люди Повторяю Это Это Ребятки Политехнический Тут Шурик С Лизой Студенты Наши Политех Вы знаете Что я не сделала Еще Я не съездила Вот Детишки Такие прикольные Симпатульные Дамы Такие Модные Все Что я еще Не сделала С вами Не съездила Университет Наш Кубанский Куда Где я училась Там тоже Обустроили Очень сильно Территорию Настроили Какие-то Новых Общежитий Мне позор Мне позор Я здесь Уже Столько Времени Нахожусь 6 месяцев Я Не добралась Вот Все в центре Знаете Все в центре Вот Пошлось И никак Я не добралась Даже до Своего Университета Что Мне позор Сама улица Там Ставропольская На которой Университет Находится Очень красивая Там Цветет Много Разных Деревьев Сейчас Как раз Там Слива Какая-то Цвела Розовая Вот И по ней Едет Трамвайный Путь А с двух Сторон Цветут Эти Сливы Об этом Мне рассказали Я видела Фотографии Даже Выставила Там На Ютубе В этих Community Текстах Но Не поставила Видео Не сделала Не съездила Видео Сама Не сняла Даже Я добралась До Парка Галицкого Сделала Репортаж До Ставропольска До университета До своего Я не съездила До сих пор Это Мне позор Вот В общем Продолжаю Смотреть Ну как бы Как одет Народ И я Рассказываю Вам дальше Свою Историю Моды Моды Как она Деформировалась Менялась В США Вот В общем Когда на меня Там Смотрел Весь магазин Оборачивался Каждая Жирная Мексиканка И каждая Ужасно Выграющая Африкан Американ Это Толстушка Я поняла Что больше В таком виде Лучше не ходить В Омарт Вот И в такого Плана магазины И в общем По улицам Тоже никто Собо не гуляет Как у нас Народ просто Гуляет Там такого нет Ну бывает Что в самых Сынных небархудах Вечером Вот я китайца Вижу Китайцы Входят И поскакали Вокруг Квартала Чисто Тупо Вокруг Квартала Худят Туда-сюда Красавицы Просто Девчонки Очень кстати Много девочек С длинными волосами Я заметила Такого количества Девочек С длинными волосами В Америке Вы не найдете Скорее всего Что это будут Нарощенные волосы Очень любят Нарощивать их Эти Черного цвета Жители И даже Представляете Это слово Назвать нельзя С таким Либеральным Ютубом Который на букву Н Да Вот как раз А вот есть Там такая вот Раса На букву Н Вообще Не знаешь Как и назвать То что Не дай бог Их назовешь Кто они есть Тебя Демократический Ютуб Сразу Прибанят Или видео Твоё удалят Вот такой вот Она Какая она Демократическая Какие девчонки Платья Какие классные В общем Народ Одет Очень симпатично Это просто Люди гуляют По городу Даже Никакой там Ни специальный Праздник Ничего Вот Просто так одеты Люди В магазинах Всего полно Причём Выбор на мужчин Я сказала Даже лучше Чем на женщин На дворне Всё есть И какие-то модные Курточки И какие-то модные Кроссовки Я начала фотографии Курток слать Сыну Сын прямо Вообще Говорит Ой мне всё нравится Это и это Потом думаю Ну я же не потащу Мы сейчас куртки Дело к лету Идёт Вот туда В Даллас Я говорю Давай ты уже приедешь И мы на месте На тебе всё померяем Что и как Может быть Уже тут на месте Всё купим Что тебе надо Но куртки были Вообще Такие модные Такие классные куртки Я таких вот Сильных курток В Америке вообще не видела Некоторые сейчас скажут Ооо да всё в Китае отшивается Даже если это в Китае отшивается Почему в Китае отшивается На российский рынок Более модно Чем то что мы видим В США Вот И я привезла с собой Свежекупленных Кучу брендовых одежд То есть я купила И Кельвин Кляйн И этот Гес И Зару И Дона Карен Да Мои любимые бренды Михаил Курс Я во всем этом Приехала в Россию И я чувствовала себя Что я underdress То есть у меня Я не выглядела модной По сравнению с остальными Поселением И мне пришлось девчата Покупать тот барахлох И я не планировала Я думаю Я-то в Америке уже Все пошла купила У меня-то все брендовые Все американские бренды А тут народ ходит Настолько лучше Одетый Что даже Ну не смешно То есть наши эти бренды Все которые вроде тут Ну Дона Карен Кельвин Кляйн Да Там Гес Ооу Бренды Ну Я не Может они для Европы По-другому отшивают что-то Или другое качество одежды Но почему-то В Краснодаре Люди выглядят И одеваются Лучше Чем я Со своим барахлом Привезенным из Америки Вот И мне пришлось тут Откупать заново Ботинки Пришлось все поменять Потому что в Америке Таких вообще не носят И близко Такого Ну моды Мода здесь другая Знаете какие Обалденные Деревья С цветами С такими Прямо Ну знаете Такие как розочки Ростут Очень Мне нравятся Такие Так Как будто теперь Назад Слонить Вот так Ага Пошли дальше Вот Ну в общем Это было не все Значит В этот Водок мы сходили в Вомарт Я там припозорилась На своих шпильках И Красивой одежде И в своих пиджаках Кожаных Больше я значит Так решила в Вомарт Не надевать ничего И тут значит Новый год То есть я прилетела Ну уж пару дней До крисмаса Может 22 декабря Вот где-то так А Тут значит Новый год Крисмас Мы отвечали Что там в семье У кого-то Из муженных Родственников Ну обычный крисмас Ничего такого Народ был Не особо до женой Не одет Вот они в этих свитерах С такими оленями Вот это как бы Тебе и крисмас Ну то ладно И не заморачиваться Кстати насчет Вилок-ложек Тоже для меня был шок Потому что я привезла С собой Серебро Мне подарили на свадьбу Тогда друзья Серебряный набор И подарили мне Тарелки Знаете какие Эти Фарфоровые тарелки Тогда были Очень модные Байгемские Вот это Байгемский был Фарфор И хрусталь Вот И мне подарили Целый набор на свадьбу У меня свадьба была в России Вот А потом муж улетел А я уже ждала визу Жены И Тут 11 Сентября Что-то Нет, нет, нет Это не тогда было Ну вот из-за того Что было вообще 11 сентября Все Короче Там тогда Задержали Все это дело Дольше было Чем обычно Вот Пахнет Все что цветет Оно прямо Пахнет нереально Вот эти вот цветочки Кто знает Как называется Просто Запах Не стоит Обалденный Как все пахнет Я не хочу улетать Никакое желание нет Вот И тут значит Новый год И мы едем К друзьям мужа Муж говорит Нас пригласили Мои друзья Мы едем на Новый год К ним Ребята Представляете Что такое Новый год В России Вы едете в гости Все там Прически Платье Там Ногти Я там Себе Все Навела Марафет Волосы Накрутила Челку Карлсоном Шпильки Напялила Колготки Втягивающие Мини платье У меня такое черное блестящее Макияж вечерний Там Нуфти Там Все дела И голодные Просто как волки Потому что Это Красиво одеться Извиняюсь Технический Мой Выдернула Этот микрофон Секунду Ребятки Сейчас Я вас назад Поставлю И подключу Микрофон Вот Обратно Назад Дернула Рукой И этот шнур Выдернула С микрофоном А сегодня Без этого Пошла Со шнуровым А не бешнуровым И вот Такая у меня Проблема Получилась Что Дернула Слегка Не туда А почему Теперь Мы Не очень-то Ровно Выглядит Не так Ладно Что-то Как-то Неравно Стало Ничего Такого Не сделала Аризонт Изменился Ну вот Сейчас Нормально Вот Мы приезжаем К этим друзьям Представляете Открываем Дверь Хозяйка Она Значит Во-первых Она в доме Она в кроссовках Таких Причем довольно старых Истоктанных Кроссовках В джинсах И в каком-то Свитере Таком Растянутом Вот И две другие пары Друзей Значит Этого Ну моего мужа Друзей Другие Значит Хозяева И две Еще Парой Гостей Было И В общем Все Жены Значит В этих Джинсах Все Ходят По дому Я В туфлях На каблуках В туфлях На каблуках А они Значит Этот В джинсах В доме Же Прямо Конкретно В кроссовках Вот И Проходите Как говорится Я одна В вечернем Платье Все остальные Значит В джинсах И В стоптанных Этих Кроссовках А Вот Эти Деревья Розовенькие Целую Рощицу Они тут Насадили Вот Ну И Я Думала Ну ладно Фиксим То есть Я одна Выгляжу Не так Как все Вот На меня Косые Взгляды Этих Жен Они Еще Такие Знаете Овервейд Я Приехала Вообще Четвертый Размер По-моему Шестой Была До рода Такая Стройняшка А эти Размер Двенадцатый То есть XL Наверное Такие Толстушки Вот И Они Значит Этот Говорят Ну будем Кушать Сейчас Я думаю Скорее Кушать Потому что Есть Охотно Некогда Было Собраться То есть Ну поесть Некогда Было Ну потом Кто Будет Найдаться На Новый Год Я Первый Раз Ребята В общем Они Выставляют Чипсы Саусу Какую-то Глакамоли Это Такое Пюре Из Какие-то Селлари Кусочки И Соусы Ну типа Ранч Мыкать Я такая Думаю А еда Где есть Охота Где еда Я мужу Короче спрашиваю Говорю А что-нибудь Еще будет Я говорю Потому что Есть Хочется А он Говорит Ну вроде Там в духовке Какой-то Корок Вроде бы Какой-то Или хем Значит Жарится В общем Да Там еще Был в духовке Какой-то Хем У них Они В этом В итоге Вытащили Ну Я Свинину Честно говоря Не особо Люблю А там Была Такая Ну типа Свиной Короче Этот вот Как он Называется Бекон Не бекон Даже Не знаю Ветчина Вот Ветчина Свиная Она была Просто зажарена В духовке Подогретая С каким-то Там тоже Таким соусом Специальным Американским Он такой С дымком Как бы Этот соус Барбекю Типа соус Ну в общем Не мое Не мое И вот так Вот мы голодные Я голодная И ушла С этого нового года И с тех пор Я сказала Больше никогда Никаким американцам В гости На Новый год Мы не ходим Итак Вот 12 Они может там Пару ракет Пустили Таких Вот знаете Хлопушек Вот Потому что У них фейерверки В домах Нельзя Запускать Только если Вы получите Какое-то специальное Разрешение На какой-то Специальной территории Нужно Это все делать Но в принципе Фейерверки Такой Как у нас Нельзя Потому что Дома у всех Сделаны Из гипсокартона Обшиты Тоже Какими-нибудь Этими Деревянными Какими-нибудь Панелями Ну и внутри Гипсокартон В общем Дома горят Как спички Вот Поэтому Нельзя Запускать Фейерверки Дома Знаете Какие Тоже Плак Вот интересные Такие Желтенькие Симпатичные Кустарнички Кто знает Что это Напишите В комментариях Что это За Кустарник Как он Называется За такими Вот У вас Уже тоже Цветет Я знаю Что точно В Деленджике Наверное Уже точно Цветет И Сочи Тоже Вот Посмотрите Прямо Зеленая Зеленый Такой Весь парк Все такое Яркое Красивое Случная Зелень Такая Весна В этом году Когда приходила В том году На 9 мая Было холодно А тут Апрель Начало Апреля И такая Теплень Мы наверное Пойдем туда Пойдем обратно Вот Ну и даже Я про моду Вам хочу рассказать И с тех пор Я поняла Что на Новый год Если идете В американскую компанию Нет никакого смысла Выбендриваться Красиво Одеваться И Макияж Какой-то делать И прическу Будешь чувствовать Все дураком Потому что Все хозяева Будут В джинсах В кроссовках По дому ходить А ты будешь Одна в платье Вот В общем На этом Вся моя мода Закончилась И дальше Если ты не хочешь Выделяться То нужно Как бы Подстраиваться Под стиль американцев Ну а потом Это конечно Удобно Напялил Шлепки Шорты Майку Пижамные штаны И поехал в магазин На тебя там Никто смотреть не будет Потому что Все так одеты А если ты оденешься Поприличнее То на тебя Посмотрят И будет оглядываться Весь магазин И спрашивать Откуда ты приехал На местных Ты не тянешь А потом Со временем Привыкаешь Что стягиваешься В такую ситуацию С тем Что все так одеваются Я у мамы Вместо швабры Вот И это нормальный вариант А вариант номер два Который меня Мой тогда муж Просто убил Мы уже ждали ребенка И решили Что дом надо купить Другой новый Побольше Мы купили большой дом С четырьмя спальнями С четырьмя ваннами Вот И решили Значит делать ремонт Сделали там ремонт В арке Отвезде поселили Я говорю У меня эти ковролины Американцы 300 лет не нужны Вбираем весь ковролин Делаем везде паркет Вот Кругом нам должны быть Красивые занавески И так далее Для американцев Это дико Этот строитель взял С ковролином Если какой-то там Ужасной плиткой Так и нормально Вот А наши тут Жены русские Всех мужей своих строят Эти березки Уже зеленые Жены все русские строят Своих мужей Заставляют их Делать паркет И Делать шторы А это все стоит Очень дорого В Америке Особенно шторы На заказ Который шнется Нереальная Нереальная стоимость У меня вот Сестер-ин-ло Это жена Брата мужа Пошила Такие вот На заказ Одни значит Гордины Вот наконец Увидела Чем Вот Одни Гордины Она себе пошила Две с половиной тысячи долларов В одну только комнату Это было столовая Я была в шоке Я говорю Сколько Эти гардины Они же под заказ Так ну и что Там одно Одно Окно Маленькое Одно Маленькое окно Как это Столовой Под заказ Две с половиной Тысячи долларов Стоили Гордины Пошить Я была в шоке Поэтому Никто не шьет Они поцепили Вот эти вот От строителя Еще там Жалюзи Какие-нибудь Дешевые Виниловые И все Вот тебе И все Никаких там Особо Никто не заморачивается Или дешевые Занавески какие-нибудь Там Это окея Потом уже открылась А хотя бы в окея Какой-то был выбор Пусть там 45 долларов За одну панель И все потом Понакупали в окея Значит эти Занавески Понацепили У всех Они были одинаковые Ну а окея Открылась Это лет через 10 После того А до этого Это просто Был позорище У всех Вот такие виниловые Вечно пыльные Такие грязные Жалюзи Вот это было И все Причем Не такие знаете Хорошие толстые Жалюзи А такие тонкие Ну реально Как вот Палочки Ломались У всех Какие-то Загнутые Подзагнутые Ужасные Вот Ну вот Что-то С модой Вот так было А дальше Последнее Хотела Случаем рассказать Просто ужасающе Значит Вот сделали Ремонт в этом новом доме И Паркет Постелили Паркет Ну не мы Работники Естественно Вот Постелили паркет Я говорю Так Нам надо Персидский ковер Что такое Персидский ковер Ну всю жизнь Ходили В обуви По ковролину Какие там ковры Я говорю Нет Надо Персидский Шелковый ковер Мне в спальню Значит Чтобы он был И Я Постелили Купили Ковер Дорогой Дорогущий По тем временам Ковры Персидские Шелка Натуральные Короче Постелили Купили красивую Мебель Туда в спальне Шикарно Все Вот Я говорю Мужу Я говорю Что Все У нас ремонт Сделан Никаких ковролинов Этих американских У нас больше нет У нас есть паркет Поэтому Я тебе Заклинаю Не вздумай В своих Ботинках Или там Кроссовках Когда ты приезжаешь С работы Поэтому Паркет уходить Чтобы я этого не видела И даже не вздумай Дорогой паркет Натуральный Он там покрыт Был специальным покрытием Блестяще Чтобы блестел Я говорю Чтобы в обуви Даже не вздумай Не вздумай После всего этого ремонта Значит Ты сам Ходить в обуви И вот значит Как-то пришел Мой муж с работы А я на втором этаже Там была Ты сам Что-то делала Спускаюсь на первый этаж Захожу в спальню А он переодевается Значит Он говорит Я пришел Пойду переоденусь Я пошел Значит в гардероб Переодеваться Вот Я спускаюсь вниз Открываю дверь Да В спальню То есть я иду по паркету Открываю в спальню дверь И там значит Этот наш персидский Ковер А я еще сказала Не то Когда По паркету Я говорю Особенно Особенно Не вздумай Поэтому В дорогому ковру Ходить в обуви То есть паркет Это одно Но Ковер Персидский Ни в коем случае Представляете Это надо Человек который прожил Ему тогда было 43 года По-моему Когда мы поженились 42 42 наверное И этот Человек всю жизнь Жил В обществе Где не принято Разуваться Да Вот мне там пишут В комментариях Тоже некоторые В Америке Не надо разуваться У них там так чисто Что Можно на сках ходить И вышел На сках И Да Они в носках Могут выйти К почному Ящику Взять Почту Достать И потом Прийти В этих носках На кроват Завалиться Ну Вы знаете Одно дело Там Я понимаю Что там грязь Не лежит На дороге Но Все равно Гигиена Есть гигиена Вы пошли по улице Там все равно Пыль Там листья Там такое все Там люди ходят Как ни крути Но В носках бегать Ну В тапочках Еще ладно Да Я могла в тапочках Выйти Взять почту Вернуться И там допустим Но ты кровать В тапочках В этих комнатах Все равно Не завалишься Вот И тут Значит Ситуация другая Он Столько лет Жил В этом обществе Где было нормально Ходить В обуви По дому Так же Как и все остальные Друзья ходят В обуви По дому Насколько я Объясняла ему Что это у нас Нетрадиционно Так не принято Надо развиваться Вот Он старался Он старался Но Забывал Забывал Особенно с работы Там если пришел По телефону С кем-то разговаривает И он как разговаривал И пошел Значит Из гаража В этой обуви Через весь дом В спальню А там же Этот ковер Пустится И вот я значит Спускаюсь Открываю дверь Что я вижу Прямо на комоде На дрессере То есть Это комод В котором у меня Лежит Белье нижнее Носки Там такое Гастельное белье Сложно Комод Прямо На этом комоде На самой середине Этого комода Стоят его Ботинки Причем Не просто там Рабочие Такие дрессинг Ботинки В которых на работу Ходят А он там По двору Например Ты работаешь Это хайкин бут Называется Это для ботинки Для хождения В походы И так далее Такие Коричневые ботинки Со шнуровкой Они стоят на комоде Я вообще Причем муж у меня Инженер То есть Нет варкоинженер Не там какой-то Кто-то там Что-то А конкретно Инженер И стоят эти ботинки Прямо посреди комода У меня Я стал Бендела Понимаете Я такое В жизни Не видела Никогда Я Подхожу к нему Говорю Ты мне извини У меня просто Я не знаю Как это сформулировать Даже У меня Слов нет Я говорю Нужно узнать А почему Ботинки твои Стоят На комоде А он говорит Ну как почему Ты же сказала По паркету Не ходить в них Особенно на ковер Не наступать Ну я подошел То есть он Прошел через языке Ботинка Через звезду Поэтому паркет Открывает дверь Видит ковер И вспоминает Что ему сказано Что А ковер Вообще Ни в коем случае Не ходить по коверу И он думает О блин Я так что сюда дошел У меня тут же ковер На него шагить нельзя Он начнет Снимает ботинки Перед ковром Ну и ставит их На комод То есть Ну за комод же Я ничего не говорила Я что-то сказала Я что-то сказала За ковер Что на ковер Не остановись Ни в коем случае Ну он говорит Ну я сделал Как ты сказал Я же не встал на ковер Я соответственно Снял ботинки На ковер пошел На скал А ботинки поставил На комод Вот вам ребята Эта картина Масло Это культура американцев И я потом спрашивала Своих других девчонок Которые замужем За американцев Они сказали Да вообще борьба Страшная стоит За эту обувь Которые не хотят Никакого снимать И пытаются В этой обуви Лезть кругом На диваны На кровати И так далее Вот Но у меня муж Потом приучился В итоге А многие Как бы так и не Не осилили Не шмогла Я Не шмогла И вот много скандалов На эту тему Тоже с американцами Было С американскими мужьями В семье Потому что культура Разная И рассказать Что чистая дорога Можете мне сколько угодно Я понимаю Что дороги Часто чистые Хорошие Но это не значит Что нужно В этой обуви Которые целый день Ходил непонятно где Потом тащиться На эти ковры По которых мы босиком ходим Или там маститься На какие-то диваны Или кровати Вот Ну в общем Я рассказываю Просто вот их Суть американца Да Мне даже Бум не приходит Что это Ну не гигиенично Да Вообще не красиво То есть лучше Я сказала На ковер не вставать Я снял Перед ковром Обувь И поставила Ее на комод А то что Ты их на комод Поставил Ничего Тебя не смутило Его вообще Даже не смутило Ни на секунду Что на комод Тоже Не надо было Ставить Эти ботинки Ой у меня был инфаркт Ребята Я была в шоком состоянии Когда это увидела Вот А здесь Я конечно же Как бы в своей тарелке Да Я вижу снова Что люди одеты Очень хорошо И Ну Мне приходится Здесь постоянно Докупать одежду Докупать обувь Докупать ботинки Потому что Все что я привезла С собой И оно все было Свежекупленное Обувь в том числе И оно мне казалось В России В Америке Очень модным Прекрасивым Студенты вышли Смотрите С университета Сейчас мы посмотрим На студентов Как одеты студенты В России Даже какая-то черная студентка Когда вечерние классы Закончились У них Студенты вылезли Подышать воздухом А может заочники Кто знает Заочники Сейчас учатся В России Или нет Никакое время Они учатся Я потом видео Это наверное Загружу На скорости Может Наверное На полтора Или на два Потому что Я так медленно шла Медленно разговаривала Наверное Это будет Слишком длинное Видео для вас Ну что я хотела донести Это то что Я была в шоке Когда я приехала сюда Я улетала В конце 90-х Начало 2000-х Люди были Конечно Здесь плохо одеты И нам приходилось Добывать Я говорю Вот зарплату За туфли Нужно было отдать И зарплату целую Нужно было за этот Пиджак Какой-нибудь Там модный Одеть Отдать Сейчас все Очень доступно Пускай это может быть Не итальянское Это сделано в Китае Но качество отлично Магазины ломятся Товарами Ломятся ГЕС никуда не ушел Кстати сказать ГЕС как был Так и есть И кстати сказать Я видела в твиттере Что им там предъявили Они сказали А они знаете Что сделали Они послали Очень много денег На помощь Жертвам в Крокусе Представляете Их там начали Чморить В Америке Что как вы могли Жертвам Крокуса Послать Деньги У нас же санкции Они сказали Мы вышли Ваши санкции Мы из России Не уходили Не собираемся уходить И мы с нашими Покупателями И в общем ГЕС Донации сделал Донаты Дал Людям Которые пострадали И там по-моему Даже приличную сумму Они послали На помощь Жертвам Крокуса И за это Опять-таки Говорю И их начали Сразу же Чморить В сетях Вот так вот Демократическая страна Они сказали Мы на вас Ложили Мы короче Будем нашим Покупателям Помогать Это наши клиенты В России Страна В которой Наши клиенты Живут И мы будем Помогать И сопереживать Всем событиям Особенно Жертвам террористов В России Молодцы Там их два брата В этом ГЕСе Майкл Корж Тоже не ушел Я удивилась Я была на днях В этот Сити-центр Он назывался Я была на днях У них Тоже Они ушли Они значит Остались В России Гляньте Какой Нью-Йоркий Заяц Вот Я на этом месте Наверное закончу Потому что Хочу зайти в этот ресторанчик И съесть Вкусную котлетку С цесаркой Вот И как вы думаете Хочу я уезжать в Америку Или не хочу Кроме того Там сейчас какие-то катаклизмы За катаклизмами Мне каждый день Приходит американский номер Телефон Извещение О том что Сегодня торнадо Там дальше водой затопило Там значит Какие-то разрушения По телевизору Я смотрю в районе Хьюст Она там крыши посрывала Вокруг школы Там тоже Там что-то Все у них На лесы какие-то попадали Окна побились В общем целая там Гора Каких-то Плохих вещей происходит То есть Какая-то реально Нестабильная обстановка А вот как я показывала вам Что был сильный град Побило панели Солнечные Так там мало того Побило еще Панели солнечные На домах У обычных людей Это уже вот Вот позавчера Вчера-позавчера Вот эти два дня Там опять были Очень сильные Природные катаклизмы И очень Там все Как-то вы знаете Нестабильно Стало в плане природы В Техасе Ну и вообще Во всей Америке Там тоже Калифорния в этом году В горах Там снегом Каким-то нереальным Завалило Канада Тоже как-то там Мосты вот это Рушатся у них То там Поезда сходят Какие-то прям Такие вот Непонятные события Происходят И я прям боюсь лететь Честно говоря Прям страшно мне лететь Вот ребята Спортом занимаются Вообще Спорт на уровне Я смотрю Очень много Спортивных площадок Много разных Открыто Спортивных клубов Здесь в парке Галецком Прямо отдельный клуб Который полностью Галецкий спонсирует Для детей Для девочек Или мальчиков Которые занимаются Футболом Другими какими-то Видами спорта У них там Отдельный вход В этот парк У них там Куча всяких плюшек Для посещения этого парка В общем я была в шоке Я ходила гуляла А потом раз Там такая надпись Сюда только разрешено Детям идти Которые тренируются В этой спортивной секции Девочки подтянуты Мальчики подтянуты Все хорошо одеты Мне говорят Вот зарплаты маленькие В России Вот там все А кто Ну как-то люди же живут Посмотрите Как все красиво одеты Рестораны полные Рестораны полные Сейчас я попытаюсь найти Несечко То есть я еще Примошусь на улице только Соответственно Деньги есть у людей Вот вам ресторан Творите Фактически полный ресторан Все До встречи Ребятки До следующего репортажа Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok